Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и это быстрое включение по рынку. Ребят, на чем хочу заострить ваше внимание, посмотрите. Альтык биткоину многие рисуют сейчас внутри дня на 30-дневном таймфрейме улыбку чеширского кота. Это очень бычий паттерн, это даже не паттерн, это просто замедление давления продавца и начало давления покупателя. Вот на примере Ripple BTC показываю вам 30-минутный таймфрейм. Опять же, кто говорит, что желтые точки по сайферу не отыгрывают, посмотрите, желтая точка, дно. Но ходили чуть ниже и пошли наверх. Поэтому все отыгрывает, если иметь терпение и добиваться своих целей. Вот опять же, у нас тут 200-й мувинг на 30-минутке, смотрите, был пробит наверх по Ripple к биткоину. И мы пошли консолидироваться и уже пошли отбиваться выше от него. И это не только по Ripple такая картина, просто я это заметил по Ripple на Apollonics. И по Atom тоже вот мы видим, что уже пошли зеленые свечи. Да и в принципе мы видим, что альты к биткоину сегодня именно все зеленые, большинство альтов. Да и в принципе к доллару тоже все оживает, я так смотрю. Но альты к доллару более зеленые, чем биток. Что, конечно же, радует. И опять же, Боб Лукас выпустил видео на своем канале. Крутейшее вообще человечище. Надо поставить лайк. Я попросил ребят, завтра переведут его на русский. Тоже он говорит о том, что страх это ваш друг. Вот с такой вот обложечкой. Страх это ваш друг, и мы все еще на пути этого четырехлетнего цикла. Тем более никто не верит вообще сейчас. Как никогда, наверное, лучшее время для покупки. Но это станет понятно только потом, когда мы снова улетим на all-time high. И многие скажут, эх, что же я не купил. Вообще, как работает сантимент рынка, да? Помните, все когда биток стоил по 60, по 70, все говорили, эх, опустился бы он на 60, на 50, там на 47. Семь я бы вообще накупил на всю котлету, и никто не покупает. Ну, то есть кто-то покупает, конечно, но в основном все сейчас продают и ждут медвежки. Вот, биткоин-доминация тоже, посмотрите, идет точно по нашему с вами сценарию. Единственное, что здесь на сайфере на 30-ти минутках появились двера и желтые точки. И здесь тоже поэтому в моменте может отыграть, конечно, на отскок. Но я жду, если отскок, то высоковолатильный с продолжением даунтренда. Потому что, как я вам уже показал, альты к битку отскакивают. Альты к битку отскакивают. И, как мы видим из Тотала, Тотал 2 и Тотал 3 растут лучше. Особенно на макро-таймфрейме, на недельном. Мы видим, что вот Тотал 3, то есть капитализация всех альтов, кроме эфира. Ну и Тотал 2 тоже, капитализация всех альтов вместе с эфиром, удерживает аптренд гораздо лучше, чем капитализация Тотал. То есть всего рынка с биткоином. А сам биткоин, мы видим, что проваливался вообще гораздо ниже, даже по сеткам скользящих средних. Так что биткоин, еще раз вам говорю, он во флете, в искусственном таком флете. Вот это все, где мы сейчас находимся, 30.60 или 30.70, это все флэт. Сейчас всех заставляют зашортить, поверить в то, что это был пик. И дальше вы знаете, что происходит сами. По всем показателям, по всем индикаторам, по фундаменталу, по ончейну, по фандингу, опять же, у нас случится очень скоро сильный памп. Опять же, фандинг по дэшу, вот у меня позиция все еще в небольшом минусе, но фандинг перевернулся в положительную сторону. Что это значит? Что больше людей шортят. Шортят и не верят. Шортят это движение, поэтому не финансовый совет дисклеймер, но я докупаюсь. Я докупаюсь прямо по текущим. Очень хорошие отскоки по альтам к биткоину, вот прямо сейчас начинаются. Только, ребят, слушайте, ну пожалуйста, давайте вы будете сами отвечать за свои действия, думать своей головой, а то я сейчас докупаюсь, потом вы побежите тоже это делать и вас ликвиднет. Я не к этому призываю. У меня нет задачи, чтобы вас ликвиднуло. У меня есть задача, чтобы у всех все было хорошо и депозитики росли. Поэтому я делюсь с вами тем, что я знаю просто сам. Эфир к биткоину тоже посмотрите, очень красиво. С другой стороны, конечно, это восходящий клим, может быть, с краткосрочной целью вниз. Но в целом очень красивый аптренд. Смотрите, опять же куча диверов, которые все ждали, что отработают. В итоге что? Мы растем дальше. Очень красивый аптренд по эфиру. Жду его гораздо выше. Очень побычно настроенный эфир. Посмотрите, как он круто отбивается от верхней границы сетки. Вот. По Dash сегодня делал пост про горячую распродажу у нас в Телеграме и в Твиттере, кстати. Что действительно, ребята, Dash 98% скидка. Именно Dash BTC. Абсолютно 98% скидка от All Time Higher. То есть уровни 2014 года прямо сейчас у нас с вами 97,5%, если бы точно. Уровни 2014 года прямо сейчас. И никто не покупает. Ну, кто-то, конечно, покупает. Мы с вами знаем. Но врачье сейчас им продает. Вот, посмотрите. Сегодня чувак какой-то скидывал в Телегу аналитику спроса и предложения по Dash по всем биржевым стаканам. И в двух словах здесь преобладает покупатель на споте в разы. То есть заявки у нас только зеленые, только покупки уже достаточно долго. Причем во всех парах и к BNB, и к BTC, и к USD, и к эфиру, и ко всему. Собственно, что еще раз нам говорит о том, что цена просто вынырнет, как мяч из-под воды скоро. И, опять же, мы видим, что спекулятивные позиции на фьючерсах шортят, о чем свидетельствует фандинг. А на споте нормальные ребята покупают. Вот примерные уровни тейк-профитов по Dash к биткоину, которые я расставил. Это все предыдущие уровни сопротивления, если вы посмотрите. Ну, я так на глазах расставил. Здесь, конечно, можно подвигать более детально эти линии. Но в целом вот они все. И в логарифме выглядит вполне себе вообще нормально. Я думаю, что как минимум, как минимум, даже BTC мы увидим отметку в 2 миллиона сатоши. Это предыдущее сопротивление вот здесь. И потом пойдем еще выше наверняка. Так что наберите терпения и не выпрыгивайте из ракеты. Так, битдау сегодня, кстати, тоже неплохо пошел. Но битдау надо смотреть на 4-часовом таймфрейме, потому что график молодой. Вот мы и вернулись как раз к восходящей трендовой, вот этой, которую касались вот здесь и вот здесь. И вот мы ее касались здесь, сделали ложный пробой. И похоже, что сейчас возвращаемся обратно на эту трендовую. Опять же, девера желтой точки, ребята, это очень сильные штуки. Не пренебрегайте ими. И вот у нас сильная такая была мощная свечка в обе стороны. Поэтому смотрим, как битдау закрепится выше 2 долларов и пойдет выше. В любом случае, это в какой-то момент произойдет. Дот давайте глянем. Дот, кстати, привлекательно выглядит, потому что он спустился к нижней границе канала. Посмотрите. Который мы тестировали вот здесь, на желтых точках. И снова у нас здесь желтые точки, которые, как правило, чуть позже отыгрывают, как вы видите. То есть тут как минимум, я думаю, мы увидим хорошенький отскок по доту к биткоину. Сегодня смотрим альты к биткоину, потому что важно понимать, как они себя ведут. Обгоняют или отстают. Вот батя. Так что сегодня у нас обзор для прошаренных. ЭОС к биткоину тоже, кстати. Посмотрите, какое тут зарождение импульса сильное. Вот эта разворотная формация, как на рипле была. Поглощающие свечки. Так что ЭОС тоже по-любому эксанет, несмотря на то, что проект на самом деле довольно-таки мертвый по масс-адопшину, но может себя показать спекулятивно. Эфир классик выглядит, конечно, не так круто, как те альты, которые на дне, потому что, опять же, он уже сильно запамплен. Эфир классик к биткоину. Но, тем не менее, мы видим, что тут образовался сильный уровень, и мы его сейчас пробили. Поэтому давайте посмотрим, сможем ли мы вернуться и закрепиться над ним. Если так, то это лонг. Если нет, то можем спуститься еще ниже перед тем, как это будет лонг. Потому что, еще раз вам говорю, эфир классик очень сильно запамплен в целом. Несмотря на то, что это настоящий эфир, и цена ему, конечно, выше, но в моменте, краткосрочно, на всю котлету сейчас лонговать не стоит. Вот, тем более, смотрите, предыдущее сопротивление вот здесь может стать следующей поддержкой к биткоину, опять же. Mano USD неплохо сегодня полетело, но этого не видно еще на 4-часовом таймфрейме. Это всего лишь маленькое движение. У Mano хороший потенциал, конечно же, как и у всех игровых токенов сейчас. Но напоминаю, что они уже очень сильно запамплены. И вот на 4-часовике мы ушли под эту трендовую. Поэтому посмотрим, давайте сначала, опять же, сможем ли мы закрепиться выше. Потому что, может быть, здесь будет более долгая консолидация. Типа, как вот здесь была. Wi-Fi. Вчера смотрели Wi-Fi. Wi-Fi. Интересно, откуда бы его подбирать в лонг. И вот прямо сейчас, смотрите, к биткоину он не докорректировался до вот этого уровня сопротивления. Но можно сказать, что докорректировался вот до этого уровня сопротивления. В общем, Wi-Fi в целом лонг и к доллару тоже. И возможно, что вот эта коррекция уже была все. Но, наверное, разумно маленькими порциями расставлять лимитки на случай дальнейшего пролива. Потому что, ну, на всю котлету здесь залетать, конечно, даже если это полетит наверх, неразумно, на мой взгляд. Zcash. Тоже смотрели не так давно. Zcash был очень хороший импульс стартовый. И похоже, что он сейчас вот возвращается снова в аптренд и продолжит движение. Basic Attention Token. Обратите внимание, как он хорошо растет последние два месяца и удерживает вот эту трендовую. Поэтому здесь не вижу никаких признаков на разворот. Думаю, будет продолжение лонгового движения и очень сильное по Basic. Поэтому с грамотным риск-менеджментом можно спокойно залетать. Он еще далеко не перекуплен. Если вы посмотрите недельки, он все еще находится очень-очень низко к биткоину. Да и к доллару, в принципе. Bitcoin Cash к биткоину вообще еще даже не начал расти. Желтая точка еще даже не отработала. Рисуется очередное гигантское W. В какой-то момент это очень сильно отработает, ребят. Среднесрочно держим, даже не паримся. Ну и Litecoin к биткоину та же фигня. Ничего не изменилось. Все еще зона накопления. Litecoin к доллару при этом удерживает аптренд. На критической поддержке сейчас находится. По идее, должен сильно отскочить. Ну и Джастин Сан заявил об уходе из Tron Foundation. В моменте эта новость на Tron сказалась негативно. Но я думаю, что сейчас как раз... Давайте глянем Tron. Я думаю, что сейчас как раз все будет нормально. Сейчас все начнут продавать его в панике. Он удержит поддержку и полетит выбивать новые хаи. Как это обычно и бывает на крипторынке. Посмотрите, опять же, Tron к биткоину. Мы с вами рисовали вот эту линию сопротивления еще давно. Он все еще к ней подбивается и собирается ее пробить. Так что, друзья мои, как всегда, не финансовый совет, дисклеймер. Все решения принимайте сами. Я это делал лангую, потому что вижу невооруженным глазом, что это Тузамун. А вы делайте, что хотите. И напишите в комментариях, согласны вы, не согласны. Какие замечания и о чем поговорить в следующем видео. Всем профитроли. На связи. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok